Здравствуйте, Андрей Вадимович. Вот я долго думала, с чего начать, и прямо вот перед эфиром вдруг у меня осенило. Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. Это, ну, как-то, по-моему, возбудило всех. И обычных людей, людей, которые пишут о музыке, о которых пишут о литературе, это было достаточно неожиданно, потому что у нас же как привыкли. Если человек пишет тексты для песен, значит, он текстовик, и вообще, в сущности, это не поэзия. И вдруг Нобелевская премия. Почему? Потому что то, что сделал Дилан вообще с этим жанром, он как раз туда и привнес элемент искусства. Потому что до него считалось, что вообще рок-н-ролл – это, в крайнем случае, про любовь мальчика к девочке. И все весело под это плясали, писали такие же песни, и все было нормально. Вдруг оказалось, что это может быть про что угодно, это может быть очень серьезно, это может быть совсем другая образная система. И он всколыхнул людей, которые стали это делать вслед за ним. Их оказалось довольно много. Так что, вообще говоря, такое ощущение, что это все наше поколение получило премию. Благодаря ему. Спрошу вас, как у человека, который знает и любит поэзию. Ведь поэзия, как и музыка, это какой-то другой способ освоения вообще мира, да? Ну, нелогически. Как вы отличаете вообще поэзию от непоэзии, поэта от непоэта? Как вы отличаете художника от нехудожника? Интуитивно, только вот иррационально. Очевидно, очевидно. Тут нету какой-то линейки, которой это можно было бы измерить. Я вчера читала вот как раз про линейку, которую можно было измерить. Вернее, не читала, а слушала в номере, я вам рассказывала до эфира, вашу лекцию о красоте. И у меня, знаете, у меня как-то вдруг такая тоска за горло взяла. Потому что я знала, что утром самолет, и мне нужно будет лететь. И я подумала о том, что я перемещаюсь фактически как бы в другое измерение, где все не так просто, в страну, которая воюет и так далее. Вот я хочу у вас спросить, вот красота, она действительно нужна многим людям? Потому что в том амфитеатре сидело очень много молодых людей, они вас все слушали. Но много ли их на самом деле в мире? Люди, которые испытывают необходимость красоте? Я думаю, что во всяком случае было бы неплохо научиться ее видеть. Потому что огромное количество людей сегодня, да и во все времена, живут в твердом убеждении, что они ее замечают и понимают. На самом деле их просто никто не научил, и мне открыли глаза в детстве. А потом уже поздно. А поскольку основная моя профессия – это художник все-таки, и отец у меня был совершенно замечательным художником, и я учился в архитектурном институте в лучшие его годы, как мне кажется, меня всегда этот вопрос очень интересовал. вытыкаешься в то, что, казалось бы, самые простые понятия, самые сложные для объяснения и понимания, что такое красота. Вот объясни человеку. Не объяснишь. А что такое красота? Для меня это… Если бы пятилетний ребенок у вас спросил, подошел, что такое красота? Как бы вы ему объяснили? Для меня это присутствие божественного в человеческом. Это то, что имеет отношение к совершенству. Мы же живем в мире постмодернизма, да, Андрей? А постмодернизм, он предполагает вообще, как-то вы пели в одной из песен своих, «Каждый правый имеет право на то, что слева, и то, что справа». Множественность истин. То есть и ты прав, и ты прав, и ты прав. Постмодернизм из себя являет импотенцией в планетарном масштабе. Почему? У меня есть своя версия, но мне хочется знать вашу. Потому что все идет волнами. Все идет… Я вообще сторонник волновой теории объяснения мира. Вот есть одна синусоид, по которой культура развивается, потом падает в какую-то бездну, потом развивается в новом качестве. Сейчас мы переживаем не лучший отрезок, скажем так. Но мы застали очень хорошие времена. Так обстоят дела просто. Есть же еще такое мнение, что славянская культура, да, вкупе с постсоветской культурой, она испытывает такие огромные сложности, потому что у нас не было… Ну, в нашей истории не было возрождения. Если Европа пережила период возрождения, то у нас ничего этого не было. Мы просто перепрыгнули из одной формации, да, не только государственной, но и эстетической, в другую. И вот эта вот дырка, она как бы сегодня очень ощущается. Ну, слушайте, у нас был 19 век, у нас была прекрасная школа живописи, у нас была прекрасная школа музыки. Так что я не думаю, что через какие-то там пропасти мы прыгали. Другое произошло. На протяжении всей истории человечества искусство было достоянием ничтожной группы людей. И вдруг, благодаря технической революции, оно оказалось доступным всем. Казалось бы, что при этом взрыве достижений наступит счастье человечества. А счастье не наступило, потому что одновременно вот с этим техническим развитием духовного развития не случилось. Ну вот, известный всем нам философ Камт считал, что источник обновления – это как раз нравственность, мораль. Там знаменитые русские классики 19 века, знаменитая русская литература, они говорили о том, что человек, то есть источник развития тоже гуманитарный, человек будет становиться все лучше и лучше с течением времени. Они ошибались. Ну вот, почему? Ну почему? Ну почему? Трудно сказать. Трудно сказать. Может быть, это в самой природе человечество заложено. Ждали рая на земле. Вместо этого получили Первую мировую, потом Вторую мировую. Колоссальное количество жертв. Что-то в консерватории не подправили. Вот о консерватории. Американцы предлагают заходить вот в эту проблему вообще из другой двери. Они говорят, у них сейчас есть такая большая программа, и очень дорогая, Брайан, которая как раз, они пытаются считать, как работает мозг. Потому что есть же много ученых, которые считают, что человек – биоробот. Вот этот культурный слой, который мы с вами сейчас обсуждаем, он очень быстро растворяется. Как только наступает форс-мажор, война или какие-то обстоятельства особые, и тогда человек показывает себя просто зверем. Но кто как? Правильно. Наверное, кто как. Я не думаю, что все растворяется. Но тех опять меньше. Тех бесконечно меньше, кто остается человеком. Вы согласны с этим? Понимание прекрасного продолжает оставаться уделом очень небольшого количества людей. Так же, как это было и 500 лет назад, и 100 лет назад. Вот ничего не изменилось в этом. Ну, то есть здесь ожидать какого-то прогресса невозможно. Нет, ждать можно чего угодно. А вот что произойдет, не знаю, я не думаю, что это можно какой-то алгеброй поверить. Ну, вот американцы считают, что если им удастся считать, как работает мозг, и удастся создать программу, которая будет программировать его работу, они могут моделировать человека. Вам не страшно, когда вы думаете об этом, что это возможно? Я не думаю. Они могут моделировать какие-то инстинкты, а удовольствие, неудовольствие, болевые ощущения или наоборот. Но то, что касается искусства, создания какого-то параллельного мира другого, я сильно сомневаюсь. Ну, я, к сожалению, забыла название этой группы, но я совсем недавно читала, что какая-то группа создала целый концерт с помощью компьютера, и он имел колоссальный успех. Ну, это все игрушки, это все аттракционы. Это все аттракционы. А вот у нас робот ходит по комнате. Ну, ходит. Ну, успех, Андрей. Да, все сбежали. Это означает, что есть потребители для этого. Все сбежались смотреть. Долго был этот успех? Не знаю, не буду брать. У нас сегодня все успехи 15 минут длятся, поэтому. Об этом поговорим еще. Хотела спросить у вас о патриотизме. Это такая тема достаточно мучительная. С одной стороны, она муссируется уже больше 200 лет, там, с 18 века, да, когда она стала частью общественного сознания. А с другой стороны, есть огромное количество философов. У меня есть масса друзей, которые работают как философ и говорят, да ерунда это все. Еще пройдет немножко времени, и государств не будет, и границ не будет, и будут властвовать корпорации, и будут совсем другие люди, другие идеи командовать миром. Будет патриотизм по отношению к корпорациям. А мне просто кажется, что кричать о своей любви, будь то любовь к женщине или к стране, по меньшей мере пошло. Это не отменяет каких-то твоих чувств. Но как только начинаются декларации, мне хочется уйти в другую комнату сразу. Более того, есть группа людей, которые используют это как инструментарий. Вы в своей... Вы же такой, извините за пафос, надеюсь, вы не уйдете в другую комнату. Вы по своей сути такой человек возрожденческого типа, потому что вы занимались в жизни многим, да? Вы работаете как композитор, поэт, музыкант, вы занимались дайвингом, вы продюсировали, вы много чего делали, вы работаете как художник и так далее. Но вот опять же, многие говорят о том, что 21 век, то время, которое наступает, это будет время как бы жесткой сегментации. Потому что сегодня уже на Западе не встретите человека, который занимается серьезно, например, IT-технологиями, и в то же время еще чем-то. Ну, то есть погружение или там специалист какой-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь врач, он не может быть врач по всему. Вот как вы считаете, вот это вот такое увлечение, знаете, серф такой по жизни, он, его можно продолжить? Он же очень увлекательный на самом деле, когда ты можешь заниматься и тем, и этим. Или 21... Я не вижу причин, почему я должен себя отказывать в том, что мне интересно. Это вообще основная радость жизни. А что касается сегментации, все зависит от задачи, которую ты оставишь. Если ты хочешь стать продаваемым художником, и это твоя основная задача, ты должен выяснить особенности рынка на сегодня и на завтра, понять, что сегодня актуально, что завтра будет актуально, и научиться работать в этом тренде. А в моем ощущении, к тому искусству, которое меня интересует, это имеет малое отношение. А менялись ваши ощущения, скажем, то, чего вы хотели в 20 лет, чего вы хотели в 30, в 40, от жизни, от искусства, от общения с людьми, это всегда было неизменно? Абсолютно. И ваше отношение к людям, и это все... А это же очень часто, знаете, как бы меняется от ценностей зависит. То, чего мы хотели достичь в 20 лет, вдруг в 30 оказывается совершенно неинтересно. Чего мы, например, от женщин хотели в 20 лет, ведь в 40 мы хотим совершенно другого, что нет. Ну, как, мне кажется, это как-то погружается куда-то, глубже становится. Знаете, я вообще не любитель заниматься самоанализом, но по моим ощущениям ничего у меня не изменилось. Конечно, делаешься старше, и удовольствия это доставлять мало, в физическом плане прежде всего. А все остальное – не-а. В 70-е, которое вы недавно вспоминали, это было такое время героев, да? Пусть это были там герои, которые были, ну, не официально культурой, но они были. А потом у нас было целое время, которое, ну, целый период, как бы вообще без героев. И культура не испытывала необходимости в героях. Казалось, что и общество не испытывает. И вдруг опять там два года назад все это взорвалось, и опять... Вот кого бы вы назвали главным... Ничего. Я чего-то не видел никаких взрывов. Расскажите мне о них. Кто там у нас появился-то на горизонте? Мы, можно говорить, об этом не говорить, но у нас с вами сегодня разная как бы... Ну, я имею в виду Россию, Украину, разные герои, да? Но есть сегодня люди, которые в России слушают, которым прислушиваются, да? Ну, например, я не знаю, там, Дима Быков, Андрей Макаревич, еще кто-то. Если мы говорим об искусстве, я не вижу ничего. То есть, ну, всегда появлялись какие-то единичные, талантливые там режиссеры, допустим, да, писатели. По-моему, их количество, оно примерно одинаковое во все времена. Оно небольшое. Если вы имеете в виду какие-то герои, как общественные деятели... Не вижу. То есть никак? Нет. Люди, которым прислушиваются, на которых хотят быть похожими? Никто ничего не говорит. Я вас уверяю, что как только возникнет потребность у них, они появятся. То есть просто обществе сегодня не испытывать необходимости? Абсолютно. Вот Быков, да, писал, что и говорит о том, что российская культура, несмотря на то, что она продолжительного времени и имеет там огромную историю, традиции, что это культура незавершенная. И в отличие, например, от Западной Европы, да, которая уже кормится с того, что она, ну, как бы, закрыла гештальт, да. А как вы считаете, возможно ли это действительно прорыв? Возможно ли, есть ли у вас ощущение, что что-то произойдет? Вот это ощущение, знаете, накопления чего-то, что эту кастрюлю как-то крышку эту сорвает? Да, рано или поздно обязательно произойдет, потому что очередная синусоида пойдет вверх. Мы просто не знаем, когда это случится. Шаг этот неизвестен. И все эти разговоры о том, что это может быть очень скоро, это только разговоры? Может быть скоро, может быть не скоро. И можно сотрясать воздух по этому поводу сколько угодно. А есть у вас какие-то личные симпатии, вот если мы говорим об искусстве, литературе, о музыке и так далее? Люди, которых, ну, книги, к которым вы возвращаетесь. Люди, которых вы слушаете, там, чью музыку вы любите. Есть, конечно. Есть, конечно. Были всегда. И возвращаюсь. Я стараюсь не возвращаться. Во-первых, времени жалко на то, чтобы возвращаться. Лучше это время чему-нибудь новому отдать. Вот. Но я слежу за какими-то людьми. Там я вот жду, когда у Кабанова выйдет книжка новая, например. Я знаю, что это должно быть очень хорошо. Да, Кабанов, мне кажется, пайд, которому мы должны гордиться бесконечно, потому что это действительно уровень, как вы однажды сказали, совершенно справедливый уровень Бродского. Это правда. Ну, вот о том, что вам понравилось, я прочитала у вас в Фейсбуке, что на вас произвела впечатление вот новая работа продюсерско-роднянского «Дуэльфильм». Да? И я вдруг подумала, я посмотрела картину, я попыталась представить, что вас там привлекло, но у меня возник только один вопрос. Насколько, вот как вы считаете, эта тема, да, актуальна сегодня, насколько она, насколько сегодня люди думают об этом? То есть я, что я имею в виду, зачем человеку рисковать жизнью ради принципов? Вот для чего? Знаете, если говорить об этом фильме, я вообще смотрю на произведения, будь то кино или театр, или живописные вещи, или музыкальные, еще с той стороны, как это сделано. Ну, с точки зрения искусства, да, я понимаю. Даже не искусства, а даже ремесла, как это сделано. И вот в этом фильме мне очень понравилась подробность невероятная, вот доведенная до такой перфекционизм в мелочах. Это дорогого стоит, потому что вот от этого начинает работать среда. Такой перфекционизм, мне кажется, был у Германа, который снимал подолгу очень, да? Герман в последних фильмах превратился во что-то совершенно болезненное. И это сложный разговор, не хочу его... Ну, он всегда был немножко депрессивный, но, правда, не будем. Хорошо, тогда просто выйдем за скобки картины «Дуэлянт». И просто вот я вам задаю вопрос. Действительно, ради чего люди рискуют жизнью, отстаивая свои принципы? Зачем это? Вообще, как бы, мне кажется, ты живешь с собой на день, и пока ты себе не противен, да? И тогда тебе хорошо. Я думаю, что это вопрос к каждому человеку в отдельности. А кто-то и не отстаивает. А кто-то отстаивает до определенной черты. А дальше считает, что это уже непродуктивно, например, да? У каждого своя мерка. А какой меркой вы меряете? Я не меряю никакими мерками. Я поступаю так, как поступаю, и меньше всего об этом думаю, честное слово. То есть это просто интуитивно? Абсолютно. Вы упираетесь до тех пор, пока вам хочется упираться. А потом вы просто уходите и говорите, не хочу больше вступать в дискуссии, не хочу больше никому ничего доказывать. Вот я как раз тут обриняю. Иногда ухожу, иногда не ухожу. Не знаю, по-разному это бывает. Это бывает очень по-разному. Как вы думаете, почему... Вот у вас мы с вами говорили до эфира о вашем туре здесь в Украине. И в зале Биток. Очень много молодежи. Я вчера читала в Фейсбуке, очень много отзывов на ваш концерт. Почему сохраняется вот этот интерес к музыке 70-х, 80-х? Или это не к музыке, а к чему-то другому? К духу, настроению еще, к чему-то? Не знаю. Не надо у сороконожки спрашивать, как она ходит. Как она ходит. Не надо. Вот собираются, слава Богу. То есть вы когда создаете продукт, или пишете песни, или разговариваете со своими ребятами, вы вообще не говорите об этом? Как это ваше время? Нет, зачем это? То есть просто вот бежите, как бежутся. Не как бежутся. У меня есть какие-то свои планки. Я стараюсь делать хорошо. Когда я вижу, что сделано хорошо и доведено до конца, это можно показать другим людям. Вот и все. Искусство последних пяти веков было построено на таком жизнетворчестве. Ну, личность творца всегда играла колоссальную роль. Да, там, Микеланджело, да? Он гораздо, может быть, даже более интересен, чем то, что он сделал сам по себе и в его жизни. Я так не думаю. Я так не думаю. Это приметы сегодняшнего дня. В основном поп-искусство, где музыка – это одна из составляющих общей картины. А еще ты должен быть наркоманом, а еще ты должен быть бисексуальным, а еще ты должен говорить про то и про то. Ну, может быть, не обязательно наркоманом или бисексуальным, просто потрясать мучью свою жизнь. В Англии, например, обязательно. Без этого ничего не получится. Ну, что вы. Ну, апологида, так сказать, бисексуальная культура, как все, что сейчас происходит на Западе, и не только в Англии, это отдельный разговор. А вас это вообще огорчает? Или вы просто смотрите на это с улыбкой? Меня это мало интересует, потому что мне хочется продукт по гамбургскому счету оценивать. Все-таки вот что человек сделал, а не какие у него ботинки при этом. Ну, вот если возвращаться об авторе и о продукте к разговору, ведь вот эта мировая сеть, которая там возникла несколько, два десятилетия тому, условно говоря, она же как бы все вместе стирает вот эту вот позолотую индивидуальность. И очень часто уже там, знаете, лежит музыка, или лежит видео, или лежит еще что-то, не очень заморачивается публика. А кто, собственно говоря, это сделал? Это хорошо или это плохо? Я думаю, что это хорошо. Плохо то, что память человеческая на глазах становится короче и короче. Вот прям пропорциональному увеличению количества информации, а эта информация на 90% состоит из информации, совершенно необязательной. В памяти у нас делается просто... Человек уже не может себя сосредоточить на чем-то больше, чем на две минуты. Вот когда мы все проснемся утром и не сможем вспомнить, что было вчера вечером, вот это и будет конец света. Есть такой замечательный ученый, Татьяна Черниговская. Не знаю, слышали ли вы ее лекции. Она изучает мозг и очень интересно об этом рассказывает. Она живет в Москве. Она говорит о том, что происходит что-то, если принять во внимание, что наш мозг это компьютер просто, она говорит, происходит что-то, потому что количество там заболеваний Альцгеймера и прочее-прочее, оно увеличивается. Количество аутистов увеличивается во всем мире. И она говорит о том, что это как-то связано, такое впечатление, что кто-то, некто там отключает этот большой мировой компьютер просто потихоньку. И она говорит, что это связано с тем, что мир потихоньку опускается в депрессию, которая связана как раз с этим большим количеством информации. Что вы думаете по этому поводу? Красивая теория. Мир уже бывал в депрессиях и выходил из него. А то, что мозг это в большой степени приемник, а не компьютер, это совершенно точно. Если говорить о людях, которые занимаются искусством, то это в первую очередь о них. Но есть у вас ощущение, что мир погрязает в чем-то, что он, вот смотрите, искусственный интеллект, его же там создают и выращивают. Но как только он осознает сам себя, может наступить какие-то... Сейчас я вам попробую объяснить. Меня занимают совершенно другие вещи. Я бесконечно далек от того, чтобы лежать на диване, ковырять в носу и рассуждать о судьбах мира. У меня есть какая-то маленькая штучка, вот я ее должен доделать. Потом я беру следующую. Мне надо дописать вот этот рассказ. Мне надо нарисовать вот эту картинку. Мне надо поехать на студию, записать вот эту песню. Вот я чем снимаюсь. То есть сегодня ваша жизнь состоит из череды бесконечно конкретных и простых дел. Не только сегодня. Всю жизнь так и была. Не могу сказать, что они какие-то бесконечно простые, но они интересны. Если вы позволите, несколько личных вопросов перед Блицем вам задам. Вы об этом писали, поэтому вы какое-то количество раз любили. И были женаты какое-то количество раз. Как все нормальные люди. Как все нормальные люди. Нашли ли вы в женщинах то, что вы, собственно, в них искали? Ничего в них не искал. Я ничего не искал. Это же мне не за грибами ходить. Ну как? Ну когда тебе 15 лет или 14, ты же только представляешь себе, как это у тебя будет в жизни. Ничего не представляю. Вот не хочется быть с этим человеком. Спустя какое-то время это желание пропадает. Все. Вот такая простая история. Абсолютно. У вас легкий характер, как вы сами считаете? Это надо спрашивать у тех, кто со мной имеет дело. Но трансформируется как-то ваша способность к прощению в течение жизни? Нет. То есть не стало как бы проще, благостнее прощать других людей? А я не могу сказать, что я кого-то пожизненно обвинил. Но считается, что резкость некогда-то свойства молодости. Потом человек становится терпимее, намного терпимее. Никаких ошибок в молодости не было. Абсолютно. Я поступал так, как считал нужным, никогда об этом не жалел. Вот 21 век. И он, 20 век, еще как бы все же его помнят. Мы там жили, но корабль отплывает все дальше и дальше. И скоро его не будет. И скоро мы сами забудем, как было там. А каким для вас он был? Очень разным. Очень разным. В чем-то очень наивном. В чем-то очень теплом. В чем-то довольно страшном. В разном. Я не могу его определить одним или двумя словами. А страшно в какой части? Ну, в части войн, например. Прежде всего. Так же получилось, что нам практически не пришлось с этим столкнуться. То есть мы читали об этом только... Сточите по дереву. Мы еще живы. Это правда. Я думала, что никогда не столкнемся. Оказалось, что не совсем так. Это трудно было представить себе. А у меня еще такое ощущение. Вот когда мы начали говорить о 20 веке и 21 веке, я часто себе задаю вопрос. Когда я смотрю на фотографии, мне кажется, даже биологически изменились лица. А лица наших родителей и наши лица, и наши лица, и лица наших детей, и так далее. Изменились тембры голосов. Изменилось все. Вот как вам кажется, в чем разница между этим уходящим, уплывающим человеком на корабле 20 век и человеком сегодняшним, но нашими детьми, условно говоря? Для этого надо влезть в шкуру своих детей. А я не пытался этого сделать. Мне кажется, что у нас взаимопонимание весьма хорошее на любом уровне. Но пытаться их глазами посмотреть на что-то, во-первых, это не получится все равно. Нет, вашими глазами. Как вы видите эту разницу? Как вы ее чувствуете? Я чувствую, что она есть. Меня всегда поражало. Там вот есть один режиссер, скажем, Спилберг, который удивительным образом снимает фильм про 70-е годы. И я вижу, что это люди из 70-х годов. Не просто машина, вон там, и пачки сигарет те, и стрижки, и мода, хотя это тоже. Но что-то другое в лицах. Это надо быть тончайшим режиссером. Ведь вот иногда смотришь на фотографию города, например, и ты даже не видишь, в чем там люди одеты. Сразу понимаешь, 60-е. Почему? Как это ты почувствовал? Вот какой-то запах есть в этом деле. Я вспомнила сразу Шпионский мост. Там, где вот эти вот сцены Берлина, послевоенного, они совершенно потрясающие. Вот массовые сцены в его фильмах, это да. Вам жалко, вы испытываете, у вас, когда вы, ну, потому что время же убыстряется, у вас сжимается сердце, когда вы понимаете, вот прошел еще один год, вот 10 лет улетело, вот еще, ну, там, уходят какие-то люди. Есть у вас вот это вот периодически? Нет, сердце не сжимается, потому что от того, что оно будет сжиматься, ничего не изменится. А то, что ощущение времени у тебя меняется, я думаю, что это связано прежде всего с возрастом, мы все через это проходили, и это имеет очень понятное объяснение. Потому что, когда тебе 5 лет, год – это одна пятая часть твоей жизни, это огромный отрезок. Когда тебе 60, это одна шестьдесятая. Он просвистел. Ну, день сегодня, день в 5 лет – это два разные дня. Мы тогда переходим к Блицу. Пожалуйста. Андрей Владимирович, самое сильное эстетическое впечатление вашего этого года? Ух ты! Судя по тому, что я задумался, никакого потрясения я не испытал. А что вас может оттолкнуть от человека при первой же встрече? Ну, если он хам, если у него отсутствует чувство юмора. Обычно это вещи связанные. Если он неряха. Какие современные, вот, модные слова, там, бесконечно вас раздражают? Я стараюсь с ними не сталкиваться. Есть возможность обходить… Но вы же работаете со словом, я поэтому задаю вопрос. Есть возможность обходить то, что тебе неприятно. Не нравится это – ну, не ешь. Выбор позволяет пользоваться тем, что ты ценишь. Поэт Байрон и некоторые другие, как бы, известные люди, они, если воевать на чужую войну, могли бы ли вы поступить так же? И если могли бы, то в каком случае? Нет. Я бы не поехал воевать на чужую войну никогда. Что способно вас больше испугать – ситуация, человек или государство? Знать бы заранее, что тебя испугает, можно было бы сделаться бесстрашным. Ну, я всегда больше боялась государства, если честно говоря. А с человеком и ситуацией я считала, что я могу справиться. Никогда об этом не думал, ей-богу. А ваш любимый композитор – группа или исполнитель? Меня всегда вызывает большое недоверие человек, который говорит, что мое любимое блюдо – пельмени. Вот он их и будет жрать с утра до вечера, пока не помрет. Такое количество разного вокруг, что расставлять их по какой-то елочке внутри себя, у меня нет ни малейшего желания. Тем более, все достойное, оно несравнимо. Они разные. Согласны ли вы с тем, что у женщин меньше чувства юмора, чем у мужчин? Может быть, оно просто реже встречается. Но бывает очень даже достойное. А люди, которые… Знаете, в юности мы спокойно переносили, когда внезапно звонили в дверь, приходили друзья, говорили «Здрасте, я тут хочу у тебя посидеть, мне плохо» и так далее. Ну, со временем это как-то тяжелее переносится. Вот у вас как с этим? Ну, я вообще-то деликатность ценю в людях. Перепробов, достаточно видов отдыха, потому что вы же экстремальные виды отдыха, а любите… Ошибка. Да? Я совершенно не экстремальщик. Дайвинг, подводная охота. Вот ничего экстремального в дайвинге нет. Это даже не спорт, это удовольствие. Но мне экстремально достаточно. Нет, это от незнания. Может быть, от неумения не знаю. Но эту улицу переходить в неположенном месте гораздо опаснее. Ну, как вы любите сегодня отдыхать? Что для вас? Я не отдыхаю, я меняю занятия. Почему вы не любите журналистов? Ну, какое-то количество раз вы высказывались по этому поводу. Я не люблю непрофессионалов в любой области. Среди журналистов они сегодня встречаются очень часто. А среди не журналистов? Наверное, тоже, но с ними реже приходится иметь дело. Если бы у вас была возможность какое-то количество часов поговорить, ну, с любым человеком из прошлого, там, не знаю, какими-то известными людьми, кого бы вы себе выбрали в собеседнике? Я привык решать проблемы по мере поступления. Я терпеть не могу, если бы да кабы. Вот когда мне действительно предложат такую вещь, я тут же начну об этом думать. А давайте вам три фамилии предложу прямо на выбор. Так это уже не будет. Зачем? Ну, представить себе. Хорошо. Когда вы последний раз дрались? В школе. Все? Да. А как же там рок-н-ролл, там, все дела? Что, рок-н-ролл, это обязательно драка? Ну, есть же такая мифология. Наркотики, девушки, много там алкоголя. Вы живете в плену иллюзий? Нет, я просто транслирую один из мифов. Мифы имеют мало отношений к мифу. Что вы способны довести до бешенства? Вот, как ни странно, какие-то мелочи. Когда я что-то делаю и какие-то досадные мелочи мне не позволяют осуществить задуманное вот именно так, как я собирался. Кто из людей или, может быть, не из людей сыграл важную роль в вашем формировании? Огромное количество людей, начиная с родителей. Отец, насколько я понимаю. Отец, мать и дальше все, кто умел что-то делать лучше меня. Ради чего, с вашей точки зрения, стоит идти на ограничения? Вот даже если человек говорит, ну, вот, вы же себе позволяете то, что вы хотите себе позволить. И такое, ну, бытовое себористство некое есть, да? Ну, в лучшем смысле этого слова. А вот ради чего вы можете пойти на ограничения, сказать, себе не буду этого делать, ради этого, этого и этого? Мне кажется, такие решения принимаются сами собой в каких-то конкретных практических ситуациях. А какое свойство юности вы бы хотели себе вернуть? Опять, если бы так было. Это невозможно. Зачем об этом думать? Ну, и тогда последний вопрос. Трим, он такой традиционный у нас, просто каждый раз меняется эта подложка. Три вещи, которые, ну, сегодня вам дороги в жизни, которые имеют для вас смысл реальный, если не фантазировать. Возможность заниматься своим любимым делом. Возможность не заниматься нелюбимыми делами. И по возможности не болеть. Спасибо большое. Спасибо. Знаете, для меня эта встреча была очень важной, потому что я знала, что вы нечасто сегодня даете интервью. И мне хотелось вас эмоционально потрогать, какой вы. Ну, и вы оказались практически таким, как я себе представляла. Огромное спасибо. Что же, друзья мои, сегодня у нас в гостях был Андрей Макаревич. Я уже перечисляла все его регалии. Я знаю, что вы его все любите. А я прощаюсь с вами и говорю то, что говорю обычно. Берегите себя, берегите тех, кого любите. Это важнее всего на свете.